Под коверные игры. Сербия дружит с Украиной, но за снятие санкций с России. Но это значит, что Сербия должна принимать делегацию из оккупированного Крыма? Деки, деки, Сербия. Месть за правду. Сербский снайпер угрожает расправой журналистам Радио Свобода. Господа из Свободы, которые там были, вы заплатите за это. Новый поворот в скандальной истории сербских боевиков на Донбассе. Они едут из Сербии на Донбасс и пополняют ряды боевиков, заранее зная, на родине за это не накажут. За эти последние три года только один граждан Сербии был заслужен за участие на стороне террористов в войне на Донбассе. И наветь лицом его выпадку заслужения было умовным. За то, что посол Украины обвинил власти Сербии в бездействии по отношению к сербским наемникам, на него обрушился шквал критики. Я хочу сказать, что Сербия уважает территориальную целостность Украины и открывает дела на тех, кто участвует в качестве иностранных боевиков в иностранных войнах. Обвинения Украины по Сербии не выдерживают критики, и я надеюсь, что каждый будет отвечать за слова. Сербия не боялась и более серьезных угроз и обвинений, чем те, что озвучил украинский посол. Тем временем, один из самых распиаренных российскими СМИ боевиков из Сербии, Дейен Берич, снова напомнил о себе. Сербия. Село путинцы. Журналисты Радио Свобода приехали на родину Берича. Тут о нем помнят не как об идеологе русского мира, а как о горе-бизнесмене. Его фирма по установке окон погрязла в долгах. Он не может приехать, я бы так сказал. Он должен вернуть долги перед тем, как вернуться. Возможно, он взял в долг у ростовщиков. Ну, не могу знать точно. Наверное, дело в долге перед ростовщиками, я так думаю. Оказалось, Берич не сразу попал на Донбасс. До поездки на фронт Берич работал на олимпийской стройке в Сочи. Вот что он сказал в одном из интервью. Я хорошо работал, но хозяин и куратор меня обманули. Не хотели платить и оформлять. В эти дни достиг кульминации кризис в Крыму. Так как терять мне было нечего, я сел в автобус и записался в добровольцы. По словам бывшего друга Берича, он задолжал 12 тысяч евро. Вернул чуть больше половины. Мы переписывались, и он все время говорил, скоро. Я ему говорю, ну как скоро? Тебе же платят. Не платят. Я тут борюсь. Получаем тут несчастные 200 евро, за которые я живу месяц. Приезд журналистов радио «Свобода» в родное село сербского снайпера разозлил его. Он разместил в Ютубе ответное видеообращение. Вы заплатите дорого за каждую ложь, которую вы сделаете. В своем 10-минутном ролике Берич много угрожал журналистам, но так и не ответил своему бывшему другу, когда вернет деньги. Я ему сказал, как ты будешь возвращать мне долг. Знаешь, тут есть варианты. Мы ведем гуманитарную работу для детей Донбасса. Мы им раздаем, но остается и нам. Я посмотрю, как можно заработать на этом бабке. В этом году Сербия выступила против продления санкций для России, а также принимала делегацию из аннексированного Крыма. В Украинском МИДе не считают отношения с Сербией натянутыми. По последним данным посольства Украины в Сербии, на Донбассе сербских боевиков стало еще больше. Еще месяц назад в списках их было 300, теперь почти 400. Андрей Стельмах, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.